йоу ребята всем привет сегодня продолжаем разбирать новый альбом кизару на этот раз у нас будет трек bad blood меня очень порадовала активность под последним разбором так что я решил продолжить эту тему да и в принципе мне очень понравился этот бит знаете такой лайтовенький приятный на слух благ бит и я решил его разобрать давайте собственно приступим к самому разбору делаешь биты и хочешь добавить к ним новый вайп закажи войс теку войс текшоп они сделают текса студийным качеством записи в короткие сроки с любой обработкой и голосом вот пара примеров их работ сухая дорожка в подарок ссылку оставил в описании смотрим какие звуки я подобрал первым нас идет синтезатор хайв раздел pats и strings arc sleeping blue вот такой вот супер приятный под далее пью рите раздел пиано софт и пи трен далее снова пью рите пресет был и перк был и хармоник но по дефолту он звучит вот так вот и выключаем первый слой и у нас остается чисто вот такое торпеджио далее у нас снова идет хайв здесь у нас раздел бас где-то е-чак вот такой вот басок ну и далее ударно это у нас базовый спинс ставим к ты целых и клэп хай-хэт оупен хэт вот такой вот плак перк почти все звуки из пока ян фризе и снайр тоже плаговый собственно это все и сейчас мы напишем бит давайте выставим bpm он у нас 154 а да и также вот еще тоже из пока ян фризе плаг вот такой вот он прям супер громкий взял мило фиша и скейл у нас как ни странно не мажор и не минор а c sharp азер дориан вот такой вот необычный скейл давайте пропишем басовые ноты нашей мелодии это у нас с шарп далее у нас д-шарп и г-шарп вот такой вот ритм то есть не в начале такта а вот немножко сдвигаем круто и теперь от этого мы будем строить наш аккорд пропуская одну ноту ну одну ноту серый вот и скейла и соответственно так же вот здесь растянем эти нотки и да вот это тоже растягиваем здорово но не совсем берем дублируем эти ноты и поднимаем на октаву вверх и получаем уже сразу такое более насыщенное жирное звучание нежели у нас было до этого вот и все да еще нажмем alt s или вот здесь выберем струм айс и немножко сделаем струм айс так свиньем нотки и в конце вот это вот лишнее я обрежу все готово теперь можно приступать к нашему дополнительному пианино на g-шарп ставим вотку вот нотку немножко отступаем и добавляем здесь вот такую вот коротенькую нотку и у нас создаст такой прикольный эффект далее идет c-шарп д-шарп и f-шарп и снова д-шарп и растянем все-таки еще длиннее да давайте тоже продублируем аккорды оп далее у нас е-шарп и д-шарп и тоже по такому же принципу звенем нотку и добавим вот такой вот коротенько и снова вот здесь у нас такой же прием только уже нота д-шарп и c-шарп и вот здесь б и дальше под конец у нас вот такой вот небольшой подъемчик f-шарп и g-шарп класс вроде бы не слишком сложно но прям супер мелодично за счет вот всех вот этих назовем это приемом это на самом деле имеет какое-то обозначение по моему это называется или форшлаг или как-то так когда вот так вот типа ну вы поняли в общем звучит кайфово и переходим к нашему следующему звуку это такой каноничный плаг звук он имеет у нас супер простой рисунок потому что это арпеджио все дублируем здорово только вот немножко вылезла нотка какая-то из видимо вот это да все и у нас остается наш бас допишем его Вот такой вот простой и крутой по ритму рисунок. В принципе, это с мелодией у нас всё, осталось это всё свести. Выделяем и закидываем на микшер. И снова выделяем первые три звука, кроме баса, потому что бас мы не будем закидывать на групповый канал. Идём на двадцатый канал, к примеру, и привязываем ROW TO THIS TRACK ONLY, и сюда мы накинем RC20, выкрутим SPACE на 35 и ширину на 140. Уже звучит живее. Срежем весь низ на басу, чтобы он не конфликтовал с нашим основным 808, потому что это у нас идёт не основной бас, а больше как дополнительный. Вот так вот. Также, кстати, в настройках самого баса надо, наверное, всё-таки выключить Хорус и Экью. Хотя Экью, в принципе, давайте, наверное, оставим. Пусть будет. Далее на вот этом плаговом звуке срежу немного низа и сделаю потише процентов на 80, даже на 85. Остальные звуки мы оставим без обработок, потому что, в принципе, они обработаны RC20. этого достаточно. По сути, всё. С мелодией теперь мы разобрались точно. И осталось прописать драм-партию. Продублирую клэп. В качестве хай-хета буду использовать миди от Янфризе. Идём в формула OneShotKit. Здесь у нас раздел миди и мантра хай-хет. И подредактируем под себя. Уберу вот эти вот роллы. И вот эти вот самые нижние хай-хеты тоже. И также, в принципе, сделаю потише хай-хет. Здорово. И OpenHead тоже сделаю потише. 808 давайте тоже закинем на микшер и сделаем ему такую довольно интересную обработку. Накинем RC20. Здесь всё выключаем и убираем вот этот вот срез частот. И тон делаем на минус 9 дБ. Можно, в принципе, поэкспериментировать с какими-то другими значениями. Но я остановился на именно минус 9. И ширину выставим 140. И слушаем, как теперь звучит наш 808. Вот так вот он звучит с обработкой. И вот так вот без. То есть, когда более глубокое у нас звучание получается. Мне кажется, так лучше. И давайте пропишем саму партию. Так же у нас вот у клэпа такая задержка небольшая. Это фиксится вот этой вот крутилкой. А то создавалось немного ощущение сбитого ритма. Вот теперь порядок. И, собственно, по басовым нотам наших аккордов пишем бас. И вот здесь у нас уходит на G-sharp, но мы поднимаем тоже на G-sharp, но на октаву вверх. Дублируем это. И во второй половине немного вот здесь добавим разнообразия. Круто. Осталось две перкуссии. Расставим их вот здесь вот. И snare вот здесь. И тоже продублируем это. Расставим кик и бит готов. Просто скопирую партию 808-го и нажму Alt-K. И выровняю это все на ноту C. Идем на мастер. Накинем софт-клипер. Хотя, в принципе, у нас тут ничего не пикует особо. Но для меня это такая традиция накинуть софт-клипер на мастер. Потому что хуже точно не будет. И также давайте сделаем сайдчейн через Fruity Peak Controller. Вешаем Peak Controller на кик. Идем вот сюда. И здесь сделаем Link to Controller. Здесь выбираем Peak Control, Peak LFO. И выбираем Inverted. Все. Accept. И теперь надо настроить сам пик контроллер. Здесь сделаем, чтобы было в ноль. И Decay на максимум. И вот здесь еще выставлю. Триангул. Не знаю, ребят, правильно ли я сделал сайдчейн. Я надеюсь, что правильно. И меня в комментариях не наругают. Потому что, на самом деле, олды поймут, что это первый сайдчейн из всех видео, которые есть на канале. Собственно, вот бит и готов. Осталось сделать аранжировку. Сделал вот такую небольшую аранжировку. Это чисто парт Кезару. Дальше начинается парт Тори Лейнса. В общем, сделал аранжировку первой половины трека. И также на мастер, ребят, я еще накинул Fruity Multiband компрессор с пресетом мастеринг 2.4 дБ. И подрезал все-таки на паде немножко резонирующие частоты. Теперь микс стал звучать более насыщенно, более громко. Вот, ребят, такой биток получился. Да, и также еще вот здесь Fx. Plug Fx перед дропом. Вот такой вот, ребят, биток получился. Я надеюсь, вам понравилось. Вы узнали для себя что-то новое. И это видео было для вас полезно. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Не забывайте проявлять активность, ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал, если вы вдруг не подписаны. На этом все. Всем удачи и творческого вдохновения. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok